приветствую всех зрителей моего канала с вами елена и сегодня видео о вступлении в новый совместный проект который придумала алла белочка проект называется любимый dimensions 2018 года это второй сезон в том году можно было принимать участие только с оригинальными наборами dimensions в этом году алла придумала новые правила точнее я бы сказала она их просто расширила эти правила потому что она предложила всем участницам и участникам принимать участие в совместном проекте с любыми наборами которые созданы по мотивам дизайнов dimensions то есть это могут быть любые производители которые создают повторяют наборы которые когда-либо выпускал dimensions я же хочу вступить в этот совместный проект с новым дизайном который я планировала вышивать в этом году он стоит в планах но мне стало точнее так я взяла этот набор и начала его распаковывать и подгадавливать его к вышивке как раз тот момент когда алла сняла видео о новом совместном проекте мне стало очень интересно наблюдать за теми наборами за теми отшивами которые девочки стали выкладывать своих видео я сначала очень сомневалась вступать ли мне в совместный проект начинает ли мне эту работу именно в совместном проекте и поэтому я просто открыла набор начала размечать основу на которой я собиралась вышивать даже начала но все-таки интереснее вышивать в компании я решила вступить в группу людей которые вот совместно вышивают набор dimensions или другие наборы по мотивам наборов dimensions так гораздо интереснее так гораздо задорнее так гораздо приятнее что ли под задоривать себя вышивать поскорее какой-либо дизайн это точно и я сейчас разверну камеру покажу вам свой набор который я сейчас вот уже начала вышивать и вам расскажу подробности этого набора сейчас перед вами тот самый набор который начала вышивать номер набора 35223 называется он лес бабочек или butterfly forest в готовом варианте 25 на 40 сантиметров это если бы я вышивала его на оригинальной основе на которой он должен был вышиваться хотела бы вам рассказать интересную деталь что этот набор несмотря на то что это из gold collection dimensions он вышивается не на 18 аиде чаще гораздо чаще все наборы gold коллекции вышиваются на 18 аиде этот же набор вышивается на 14 аиде цвета айвори я мало вышиваю на основах 14 аккаунта для меня она слишком крупная светит и я не получаю удовольствия мне все время кажется слишком крупные стежки получаются поэтому я долго 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 вообще не думая решила заменить эту основу и основу я заменила на ткань под названием лугана цвет 99 он тоже такой сливочный очень похож на айвори сейчас я вам покажу что я уже честно говоря вышел а когда начался сам совместный проект я только-только пила подготовку к тому чтобы начать этот дизайн точнее так я сделала давным давно копии этой схемы я собиралась начать его еще в апреле возможно но я уехала тогда в поездку в китай мы ездили и я взяла с собой только часть схемы без ключа и совершенно не могла начать этот дизайн потому что даже не взяла с собой оригинальную схему я очень боюсь почему я делаю копии схем потому что я боюсь потерять только единственную оригинальную схему и у меня не будет возможности завершить проект потом где-то искать некачественную копию схемы поэтому я всегда делаю копию всегда делаю ксерокс и потом спокойно себе убираю оригинальную схему в упаковку и вышиваю и зачеркиваю спокойно там делал какие-то себе отметки на вот этой копии так вот процесс я собиралась начать достаточно давно но начала совершенно другой и уже его завершила об этом будет скоро видео это будет история целого проекта а сейчас я вам покажу что я вышла начав эту работу буквально в середине июля я скажу что я вышла уже хороший кусочек как видите это замечательная основа муранова она очень равномерная очень красивая это 32 каунт и эта основа она не так сильно светит получается очень симпатичные мне очень нравится в стежке которые у меня получаются в итоге они ровненькие красивенькие вот в данном отрезке блеск который на заднем фоне уже достаточно так густенько появляется но это все полукресты результат вообще вот то что уже есть он просто потрясающий я очень-очень довольна замена основы довольна почему я во-первых еще заменила если вы помните в своем плане на этот год я планировал вышить несколько наборов с бабочками набор dimensions и в этих наборах я хотела чтобы они все-таки были на основах одного каунта те основы которые были других разных наборах это были и восемнадцатые и вот 14 поэтому я для всех не заказала вот эту мурану и на всех во всех там еще три набора по-моему буду вышивать именно вот на вот этой муране и я вышила практически вот это правую сторону бабочки одну восьмую возможно если это все разделить на общей схеме то я уже где-то там я вышла вышивается легко абсолютно не сложно потому что здесь действительно очень много полукреста вышивается с таким интересом но видимо я действительно в этом году очень увлечена бабочками поэтому бабочки мне все еще нравится мне все еще интересно вышивать это уже будет у меня какая-то третья работа с бабочкой бабочки все еще меня драйвит я как размечаю я разметила буквально видите как всегда середину я не могу вышивать по-другому найти середину и вышивать от средины это практически залог моего здоровья и счастья и спокойствия чтобы не было никаких ошибок неправильно разместить работу тем более если это равномерная ткань поэтому я начала со средины и начала вот вышила бабочку а после этого уже вот этот полукрест вышивается достаточно быстро несложно и легко и часто вижу видео где девочки говорят о том что если много полукреста в работе работу может повезти скажем я чаще вышиваю по цветам хоть здесь вроде бы видно как будто бы здесь какая-то парковка есть на такая ситуативная парковка я бы сказала я вышиваю иногда исключительно вот вверх вот так по рядам потом я вышиваю вот по диагонали иногда вышиваю по горизонтали поэтому моя вот честно вам покажу сейчас мой моя обратная сторона совершенно не стесняюсь и считаю что она практически идеально извините если вас это смущает но мне нравится то что то что я получаю стежки они как горизонтальные также есть вот и вертикальные я не знаю защитит ли эту мою работу от перекоса честно говоря не могу сказать мимо летел самолет такой гул поднял поэтому я немножечко подождала пока он улетит дальше не знаю до конца ли это убережет мою работу от перекоса посмотрим но думаю что все таки вот здесь если смотреть на этот вот объем полукреста который будет здесь то я здесь точно буду чередовать и габелиновый стежок и сам полукрест посмотрим я уже вот эту часть вышила и хочу действительно вышить вот эту одну четвертую часть вот сюда вверх пойти завершить ее а потом уже переключиться и на вот эту часть бабочки хотя так и меня просто тянет завершить это крыло чтобы знаете так вот распахнула бабочка крылья чтобы она вот сразу стала центром этой работы но я уже подобралась вот здесь вот к этой бабочки поэтому я в предвкушении вышивки вот этой яркой красивой бабочки она уже у меня вот вот здесь будет вот смотрите какая она там тоже красивая и яркая вот у меня магнит бабочка да вот вы видите полностью что я действительно очень увлечена в этом году бабочками посмотрим как надолго меня хватит потому что честно говоря у меня в планах начать новый набор который ну никак не связан с бабочками он уже очень очень зимний но об этом чуть позже я жду к нему тоже замену основы об этом буду рассказывать в новых видео не так как вы видите очень много не так две больших палетки красивая у них палитра все очень интересные здесь всего 46 оттенков ниток 46 и мало того что есть чистые вышивка чистыми оттенками но также здесь есть целых 10 40 блендов которые вышиваются и крестом и полукрестом если посмотреть на ключ этой работы то мы видим что действительно очень много символов символы но не могу сказать что они там как-то повторяются нет бленды все в две нити вышиваются здесь бэкстич есть коучинг и есть один оттенок только французских узелков вот так выглядит моя схема схемы я активно зарисовываю у меня есть небольшой пенал в котором я храню текстовый делитель ножницы вышивая большей степени двадцать шестыми иголками двадцать шестого размера но есть несколько иголок и двадцать четвертого размера они вот здесь отдельно лежат для того чтобы вышивать места где там идет в три нити вышивка и есть у меня еще одна интересная помощница если я вышиваю где-нибудь в темных помещениях которые недостаточно освещены я использую вот такую лампу хотела вам об этом показать и рассказать эту лампу заказал мой муж на амазоне вообще на самом деле очень замечательная вещь она раскладывается достаточно высоко раскладывается она дает белый свет двух режимов более яркий более темный но такой менее яркий более яркий и менее яркий она легко заряжается и usb проводом очень удобная ее можно всегда легко перевести usb провод всегда под рукой в общем эта лампа просто уникальна она конечно не легенькая она металлическая тяжеленькая но она очень хорошая незаменимая вещь в поездке и упаковка выглядит вот так вот ее номер модели так что спасибо большое моему мужу который позаботился о том чтобы у меня глаза не болели во время вышивки я мы часто жаловалась на ужасные условия в каких-либо поездках в отелях бывают там когда мы переезжаем трудно что-либо как-то устроиться для любимого хобби немного отдохнуть и поэтому он поискал и нашел для меня вот такую интересную лампу ну что ж вы увидели мою работу этот дизайн очень интересный я всецело поглощена ним я честно говоря задвинула свои другие работы которые у меня есть в процессах начаты я активно вышивала вынула снова свои ирисы от лука с какую-то часть я продвинула но не так много как я хотела честно я сейчас нахожусь на в состоянии на чемоданах и в преддверии большого шухера потому что мы переезжаем нам нужно спаковать наш контейнер и мы переезжаем жить временно я надеюсь не так надолго на несколько лет мы переезжаем жить варшаву поэтому я очень надеюсь я аккуратно перевезу все свои начатые процессы и ничего не потеряется нигде я теперь внимательно думаю о том как мне это все успаковать как мне перевести что в чемодане а что все-таки вгрузить в контейнер вот и для меня это целый такой знаете челлендж серьезные такая какая-то наука какая-то конкретно которую нужно постичь и как там разместить мои запасы которые не все не все они все не уедут туда и там их негде в таком объеме хранить хотя бы то что я планирую вышивать ближайшие полгода взять с собой и конечно же мне хочется взять что-то такое чего вот я бы хотела там ну вот для души знать так греться греться прикладывая к сердцу что-то взять с собой такое чтобы оно там лежало вдруг а мне и вдруг мне захочется чего-то такого еще начать вот поэтому да немножко сложный я очень надеюсь что я не буду выпадать из своих вышивальных отчетов потому что Алла просила делать отчет раз в месяц в начале месяца так что следите за моими видео если вам нравится это все если вам это интересно заглядывайте почаще мне очень приятно когда вы комментируете мои работы какие-то даете мне советы и это очень приятно когда есть какая-то обратная связь с вами на когда читаю отзывы о каких-то покупках и если девочки интересуются а вот мы планируем начать новые дизайна чуть позже мои три короля которые я там запасах себе приобрела мы с девочками тут решили что мы можем их начать вместе для того чтобы это тоже будет как мини совместный проект а вот если у вас они есть вы можете написать и мы стартанем чуть позже так где-то там месяц через полтора с этими тремя королями вот но сейчас я рада что я вступаю в этот совместный проект я буду вышивать этих бабочек честно долго сомневалась тоже я буду сшивать в этом совместном проекте с какой работой пристроюсь потому что у меня очень много наборов дименженс и начатых мои слоны они еще так очень слабо двигаются сейчас я половину работы вышивала и они там немножко застряли отложила я их потому что это нужно так сесть и основательно душевно вышивать работы я еще начала маленькие работы милл хилл там тоже отдельно интересная очень тема с наборами милл хилл для меня это такая отдельная наука которую я стала постигать вот обо всем об этом я сниму видео чуть позже я думаю уже это будет видео не из моей прекрасным моим видом в моем доме но когда мы разместимся когда я смогу какие-то видео снимать и показывать вам я буду показывать другие дизайны что там продвигается что я начала потому что и начать хочется еще совершенно другой проект которого нет у меня еще сейчас это тоже не три короля но об этом всем подробнее будет потом так что подписывайтесь заходите ко мне на канал почаще ставьте лайки пишите комментарии буду ждать обратной связи с вами а всем пока пока а и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»